Зрелищные боксерские поединки могли наблюдать целых три дня нишнёдинские любители спорта. С 14 по 16 февраля у нас состоялось открытое первенство Нишнёдинского района по боксу, посвященное 75-летию победы. 170 боксеров, представляющих 16 муниципальных образований Иркутской области и Республики Бурятия, сразились на ринге. В результате из 16 команд боксеры Нишнёдинской спортивной школы в неофициальном зачете заняли первое общекомандное место, а также завоевали три номинации из восьми – за лучшую технику, за самый красивый бой и за волю к победе. На три дня внимание нишнёдинцев, поклонников одного из самых зрелищных видов спорта, было приковано к состязаниям, развернувшимся в спортивном зале профилактория «Истоки». С 14 по 16 февраля он стал площадкой для открытого первенства Нишнёдинского района по боксу, посвященного 75-летию победы. Его устроителями выступили администрация Нишнёдинского района, районное управление по культуре, Федерация бокса региона и Нишнёдинская спортивная школа. Сегодня у нас впервые на территории нашего района происходит соревнование, участвуют 16 территорий. И даже представители из Республики Бурятия приехали к нам из Корена, поселка. Это 170 участников. Для нас это важно, вот это сегодняшнее мероприятие, тем, что мы получим опыт проведения их. Наши спортсмены из Нишнёдинска, которые здесь участвуют, я думаю, подружатся со своими соседями, получат новый опыт. Давно не было такого спортивного праздника в городе Нишнёдинске. Мы связались с Анатолием Анатольевичем Крупеневым совместными усилиями, подытожились и сделали такой турнир. 170 участников, это уже о многом говорит, представители всей области. Уровень очень хороший, ребятишки все радуются боксу, вон какие малыши мы сейчас бой смотрели. Наш Нишнёдинский хлопец выиграл, вообще отлично. Участников из разных городов региона в день открытия торжественного приветствовали организаторы состязаний «Почётные гости». Ими стали первый заместитель мэра Нишнёдинского района Евгений Бровко, глава города Александр Путов, президент Федерации бокса Андрей Помляков, а также начальник отдела военного комиссариата Игорь Минаков, ветеран тыла, почётный гражданин Нишнёдинского района Георгий Кривенко. Выступающий пожелали юным боксерам честной победы и интересных поединков. Я как глава города привезу вас в Нишнёдинской земле. Приезжайте к нам всегда. Мы всегда рады видеть и принимать такие соревнования. Но участникам соревнований я, конечно же, хочу пожелать, прежде всего, подружиться друг с другом со школами бокса, которые есть по всей Иркутской области. Мы хотим перенять опыт, мастерство. Ну и, конечно же, каждому участнику желаю удачи. И очень бы хотелось, чтобы всё прошло в дружеской, тёплой обстановке и без травм. На торжественное открытие первенства также были приглашены предприниматели города и района, которые принимают активное участие в спортивной жизни нашей территории. Помощникам в организации мероприятий вручили благодарственные письма за сотрудничество и помощь в развитии спорта. Также Андрей Помляков передал благодарственные письма от министра спорта Иркутской области Ильи Резника, мэру Нишнюдинского района Анатолию Крупенёву и главе города Александру Путову. Слова благодарности за помощь в проведении соревнований звучали в адрес коллективов НТЖТ и ПУ-48, которые гостеприимно принимали у себя команды. Ярким творческим подарком всем присутствующим стал номер от танцевальной группы современного танца «Крылья». После столь насыщенного открытия, воодушевившись напутствиями и пожеланиями, ребята отправились готовиться к состязаниям на ринге. Масштаб количества участников и география территории поражает. Открытое первенство Нишнюдинского района собрало 170 боксеров со всей области и Республики Бурятия. Команды спортсменов представили 16 территорий – Иркутск, Ангарск, Саянск, Тулун, Тайшит, Зиму, Черемхово, Вихоревку, Байкальск, Нишнюдинск, поселок Балаганск, а также Новочунское, Чунское, Юртинское, Усть-Ордынское муниципальное образование и село Кырен Республики Бурятия. В течение трех дней бойцы демонстрировали зрелищные поединки, разные техники ведения боя и мастерство, достойное таких крупных соревнований. За спортивными баталиями пристально следила судейская бригада, представленная судьями из Иркутска, Ангарска, Шелихова, Тайшита, Нижнюдинска, под руководством главного судей соревнований, судей международной категории, мастера спорта России по боксу Евгения Питых. Город Нижнюдинск давно не проводил большие турниры, и вот наконец-то мы дождались, когда вы возобновили свои большие турниры, которые в январе обычно проводите. Турнир большой, 170 человек, очень много регионов, в том числе Дальнеустойчивый федеральный округ, представлен у нас Тункинским районом Республики Бурятия. Сильные ребята у вас в каком году приехали? Ну, стараемся вести лучших. Тренируюсь полгода и тренируюсь у Романа Викторовича. Так, а вообще ваша турнирская команда большая приехала? А, 16 человек приехало. Расскажи, на что для нас думаем вообще? А, на победу. Нижнюдинск хороший город, как бы нам понравился. Мы приехали с Иркутска, у нас 6 количества человек, ну, недавно начали спортом заниматься, мы вообще год уже нам, ну вот 6 месяц уже участвуем. То есть, боксерскую федерацию начали только. На что надеемся, как вам вообще уровень подготовки других ребят из других территорий? Очень хорошо, среди молодежи очень хорошо подготовки, вот смотрю, очень хорошо, все готовились. Нижнюдинская команда боксеров на соревнованиях стала одной из самых многочисленных. Своих лучших спортсменов выставили три тренера детско-юношеской спортивной школы. Александр Шигин, Тимур Чепанов и Павел Сороковиков. В итоге подающие большие надежды боксеры своих наставников не подвели. Новички тоже не подкачали и к тому же получили прекрасный опыт. Мы выставили команду из 50 человек, ну из них, конечно, человек 20, где-то новичков, которые вообще первые бои проводят. Ну и есть хорошие ребята, и как бы есть надежда у нас, ну, что будет у нас победителей много. Ну и как бы все подготовлены, хорошо готовы. Пока первый бой победу вынесли, да? Да, пока первый бой мы выиграли, сейчас пойдет еще два мальчишки наших бой боксировать. Я занимаюсь два года боксом. Победил один раз. Из трех боев. Третий бой. Самым напряженным для команд стал последний финальный день соревнований. Ребята боролись за призовые места. В результате трехдневных боев из 16 команд боксеры Нижнюдинской спортивной школы в неофициальном зачете заняли первое общекомандное место. Обладателями золота и титула победителя в упорных боях на ринге в разных весовых категориях стали Нижнюдинцы Максим Еложич, Павел Пупчик, Глеб Кашин, Артем Айвазян, Кирилл Автушка, Илья Торлопов, Данил Дергачев, Илья Дубиков, Глеб Ирдынеев и представительница прекрасного пола Полина Устеменко. На вторую ступень педестала каждый в своей категории из Нижнюдинцев поднялись Виталий Танасенко, Данил Викторов, Алексей Фролов, Никита Никитасов, Никита Злыгостев, Данил Беседнов, Алексей Борейко, Руслан Филоненко, Глеб Шихов и Савелий Саушкин. Третье место в соревнованиях у нижнюдинских боксеров Тимофея Оттякшего, Влада Русанова, Исмаила Старосветского, Никиты Суздалева, Кирилла Юшкевича, Кирилла Николаева, Артема Садовского и Никиты Иванова. В неофициальном зачете у нас как бы это не команда неофициальная, мы конечно всех опередили. Там за нами по-моему Тулун, так, ну и то оторвался далеко. В общем, я считаю, что из 10 баллов у нас 9 баллов есть. Да, ну конечно, без поражения не может быть, приезжают, выигрывают все. Ну и неплохо наши ребята, хорошо? Ребята молодцы, вы их поздравляете. А тех, на кого мы надеялись, они выиграли. Вообще, я в общем-то как бы доволен. К тому же из 8 специальных номинаций 3 остались в Нижнюдинске. За лучшую технику, тактику награжден Павел Пупчик. За волю к победе Савелий Саушкин. За самый красивый бой Максим Елошич. Эти соревнования довольно сложные были для меня. Я боксировал абсолютно все дни, все три дня. Первый день я выиграл, выполнив указания тренера. Во второй день также я выиграл. Бой был уже посложнее. Соперник был немного ниже меня. Он все время лез снизу, мне было его тяжело поймать. А третий день, вот сегодня финал, я провел с кулунским боксером. Достаточно сложным, хорошо опытным. За мой долгий период, что я не выступал, он все время выезжал, тренировался. Но я вышел, выполнил указания тренера и выиграл. Это все заслуга тренера. Бой был достаточно сложным. Я справился, я рад. Боем я доволен. Мэр Нижнёдинского района Анатолий Крупенев вручил победителям кубки, медали и грамоты. Устроители пообещали, что такие масштабные соревнования будут проходить на нашей территории и впредь. Так что у тех, кто только начинает свой путь в боксе, есть все шансы показать себя в борьбе с сильнейшими соперниками области.